Сотрудниками МВД по Республике Татарстан задержаны пятеро жителей региона. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники являлись сотрудниками двух коммерческих организаций. Основным видом их деятельности было предоставление финансовых консультаций и проведение операций на рынке Форекс. Представители компании обзванивали граждан, которые разместили объявления о поиске работы и приглашали их на собеседование. Соискателям предлагались должности менеджеров, консультантов и руководителей, но после прохождения обучения. В ходе занятий кандидатов убеждали в необходимости на практике получить навыки самостоятельной торговли. Для этого на компьютер или смартфон устанавливалось специальное программное обеспечение. Новому клиенту для проведения операций нужно было сделать взнос. Деньги перечислялись организацией, которая якобы конвертировала их в валюту и направляла на личный счет. В случае отсутствия накоплений предлагалось оформить кредит. Один из участников организованной группы отвозил граждан в банк, присутствовал при оформлении кредита и за свои услуги брал 20% от выданной суммы. Еще одним вариантом получения средств для взноса был залог недвижимого имущества. Клиентов также склоняли к обучению у опытных аналитиков компании, стоимость которого доходила до 50 тысяч рублей за час. Исполняя все полученные указания, люди теряли вложенные в торговлю деньги и оставались ни с чем. Следователям Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время задокументировано 15 криминальных эпизодов, ущерб от которых составил более 20 миллионов рублей. При этом есть основания полагать, что на самом деле потерпевших от противоправной деятельности гораздо больше. В отношении троих подозреваемых избрано меры пресечения в виде заключения под стражу, двоим в виде запрета определенных действий, еще один объявлен в федеральный розыск.